Всем привет! В этом видео мы расскажем о полезных свойствах алоэ для человеческого организма, поэтому досматривайте до конца, будет интересно! Кстати, друзья, подпишитесь на наш канал и колокольчик тоже нажмите, не пропускайте наших видео! История указывает на то, что алоэ – одно из самых древних растений, используемых человечеством в лечебных целях. Древние китайцы и египтяне знали его как средство для лечения ожогов, ран, уменьшения лихорадки. Если верить легенде, то Александр Македонский захватил остров Сокотра только ради алоэ, в котором нуждались его раненые воины. Говорят, что Клеопатра ежедневно применяла сок этого растения для ухода за кожей. А в 1944 году японцы, подверженные атомному воздействию, использовали гель из него для лечения и более быстрого заживления ран. Алоэ вера содержит более 200 биологически активных природных компонентов, включая полисахариды, витамины, ферменты, аминокислоты, антрохиноны, сапонины, органические кислоты, фитонциды, сложные эфиры, фенолы, смолы, минералы и другие элементы, которые способствуют усвоению питательных веществ, улучшают работу пищеварительной системы, укрепляют иммунитет, а также очищают организм от токсинов. В его составе есть 20 аминокислот, в том числе незаменимые для человека. Гель алоэ – кладезь витаминов-антиоксидантов А, С, Е и витаминов группы В. 8 чрезвычайно важных для человека ферментов также были найдены в этом растении. Минеральный комплекс в алоэ представлен кальцием, медью, селеном, хромом, марганцем, магнием, калием, натрием и цинком. Химический состав этого суккулента также включает в себя 12 антрохинонов, которые действуют на организм человека как слабительное. Ааланин и эмодин наделяют растения свойствами анальгетика, а также антибактериального и противовирусного препарата. В листьях этого суккулента есть жирные кислоты и углеводы, представленные как моно- так и полисахаридами. Ещё одна интересная группа компонентов алоэ – гормоны. Это ауксины и гиббиорелины, обладающие противовоспалительными свойствами и способностью ускорять заживление ран. И понятное дело, что растение со столь уникальным и богатым химическим составом обладает огромным количеством полезных свойств. Роль этого растения для здоровья человека очень велика. Алоэ вера необходима хотя бы потому, что гель из него улучшает работу пищеварительных органов, увлажняет кожу, поддерживает здоровье иммунной системы, очищает организм от токсинов, улучшает поглощение питательных веществ, обладает высокой антиоксидантной способностью, поддерживает естественную кислотность тела, благотворно сказывается на здоровье мышц и суставов, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, обладает дезинфицирующими, противогрибковыми, антибиотическими, бактерицидными, антивирусными свойствами, улучшает оксигенацию крови, замедляет процессы старения, снижает холестерин и глюкозу в крови. Преимущества использования алоэ Гель алоэ можно использовать наружно, как средство при ожогах, кожных заболеваниях, обморожениях, псориазе, герпесе, и перорально, при многих болезнях, в том числе остеоартрите, заболеваниях кишечника, лихорадке. Этому растению в разные времена приписывали самые удивительные свойства. К тому же была подтверждена эффективность применения алоэ в лечении генитального герпеса, псориаза, дерматита, обморожения, ожогов и воспаления. Это же средство полезно в качестве противогрибкового и противомикробного агента. Облегчает состояние при герпесе Внешнее применение мазис алоэ снимает дискомфорт и ускоряет процесс заживления герпеса. Эффективность такого лечения исследователи объясняют противовирусными и противовоспалительными свойствами растения. Аминокислоты, витамины С, В1, В2 и В6, содержащиеся в горьком геле, также невероятно полезны, так как способствуют выработке в организме антител и укрепляют иммунитет. А это главное условие для эффективного лечения герпеса. Улучшает работу кишечника Сок суккулента, латекс, полезно использовать в качестве слабительного. И это благодаря антрохинонам, содержащимся в растении. Это вещество увеличивает содержание воды в кишечнике, стимулирует секрецию слизи и увеличивает перистальтику кишечника. Исследование при участии 28 здоровых взрослых людей показало, что слабительные свойства алоэ даже превышают эффективность слабительного медпрепарата фенолфталиина. Благотворно сказывается на пищеварении В алоэ содержатся компоненты, улучшающие пищеварение путем регуляции баланса кислотности, поддержания здоровой микрофлоры в кишечнике. Исследователи говорят, что достаточно дважды в день употреблять по 30 мл сока алоэ вера, чтобы снизить дискомфорт, вызванный синдромом раздражённого кишечника или метеоризмом. Также удалось подтвердить, что гель суккулента уменьшает чрезмерное выделение желудочного сока, успокаивает и лечит язвы желудка, восстанавливая повреждённую слизистую оболочку. Укрепляет иммунитет Ферменты, содержащиеся в алоэ, позволяют каждой клетке в человеческом организме функционировать должным образом. К тому же, брадикиназа, содержащаяся в растении, стимулирует иммунную систему и убивает инфекции в организме. Кроме того, немаловажен в этом плане и цинк, который способствует укреплению иммунитета. Крепкая иммунная система помогает организму защищаться от болезней, поддерживать функциональность клеточных мембран. Помимо этого, цинк является ключевым элементом в поддержании гормонального фона, который также важен для иммунитета и эмоционального состояния. Источник антиоксидантов В современной науке уже точно известно, что в основе большинства заболеваний лежат воспалительные процессы, вызванные свободными радикалами. В алое содержится огромное количество минералов и витаминов, которые предотвращают и уменьшают этот процесс. Витамин А, к примеру, в роли антиоксиданта играет важную роль для поддержания здоровой неврологической функции, зрения, состояния кожи. Антиокислитель витамин С также незаменим для кожи, глаз, внутренних органов и сердечно-сосудистой системы. Преимущество витамина Е – замедление старения клеток и предотвращение окислительных процессов в организме. Эти антиоксиданты полезны людям, подверженным воздействию сигаретного дыма или ультрафиолетовых излучений. Они защищают кожу от рака, полезны для лечения акне, экземы, воспалений. Полезен при диабете Данные некоторых научных исследований указывают на способность алоэ облегчать состояние прихронической гипергликемии и повышенном липидном профиле, который часто наблюдается у лиц с сахарным диабетом. Кроме того, экстракт растения благотворно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, которая также часто страдает у людей с диабетом. Исследователи провели опыт при участии 72 женщин, страдающих диабетом. В течение 6 недель они ежедневно употребляли по одной столовой ложке геля – алоэ вера. По окончании эксперимента оказалось, что уровень глюкозы и триглицеридов в их крови существенно снизился. Способствует похудению Недавние исследования указывают на то, что алоэ может быть полезным для похудения. Точнее сказать, экстракт этого растения помогает максимизировать результат любой диеты для похудения. Гель растения содержит много витаминов, аминокислот, ферментов и минералов, способствующих здоровому метаболизму. Кроме того, алоэ является хорошим источником белка, который способствует развитию мышц, служит источником энергии. Для похудения советуют употреблять гель, который для улучшения вкуса можно смешивать с фруктовыми или овощными соками, мёдом, лимоном. Использование в косметологии Алоэ вера – прекрасное натуральное средство для сухих волос, а также против зуда головы. Оно содержит многие питательные компоненты, которые делают волосы сильными и здоровыми. Благодаря антибактериальным и противогрибковым свойствам этот суккулент помогает бороться с перхотью, а ферменты, содержащиеся в геле, способствуют регенерации кожи головы. Экстракт растения помогает вылечить зуд, вызванный перхотью или чрезмерной сухостью кожи, раздражение и воспаление на коже. Самодельные средства из Алоэ можно использовать для ухода за кожей любого типа, к тому же в любое время года. Дерматологи советуют применять средства на основе Алоэ для устранения солнечных ожогов, растяжек на коже и при многих других проблемах. Например, из половины стакана геля Алоэ, 2 столовых ложек лимонного сока и стакана сахара получится не просто эффективный скраб, но и отличное питательное средство для кожи. Для лечения акне подойдут лепешки, сделанные из геля Алоэ, измельченных в муку греческих орехов и меда. Для питания чувствительной кожи можно использовать смесь из измельченных листьев растения, огуречного сока, йогурта и розового масла. Это средство применяют по принципу маски для лица. А чтобы улучшить состояние волос, раз в неделю можно использовать маску из геля Алоэ и кокосового масла. Эта смесь делает локоны гладкими, сильными и блестящими. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, надеемся было интересно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, дальше будет еще много полезной информации. Друзья, вам также может быть интересно другое наше видео, в котором рассказываем о полезных свойствах свеклы для организма человека. Оно появится у вас на экране, а также ссылку на него я оставлю в описании. До новых встреч!